Стартапы студентов Казанского федерального университета. В течение дня ребята не только знакомятся с инструментами данной платформы, но и самое главное, идут по пути от идей до презентации готовых проектов. Фактически за день в команде они разрабатывают проекты, и мы сидим в импровизированной комиссии в конце, слушаем питчи, и могу сказать, что некоторые проекты уже сейчас достойны выйти, допустим, на конкурс «Студенческий стартап». Громко завершаем фестиваль «Студенческая весна». Из-за вас мы не можем завершить работу. Нам была поставлена задача сдать проект к юбилею нашего центра, а у нас до сих пор ничего не готово. Еще раз все перепроверьте, еще раз все пересчитайте. У меня не может быть ошибки. Хорошо, а у вас спина белая. Всем привет, в эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. В главном здании Казанского федерального университета состоялась международная научно-практическая конференция «Проблемы общества, науки и образования в условиях геополитической турбулентности». В рамках первого дня состоялось пленарное заседание, где с докладами выступили известные исследователи и ученые. Торжественно открыл конференцию первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он отметил, насколько важно принимать участие в подобных событиях и делиться опытом для продолжения исследований в различных отраслях и направлениях науки. Затем каждый из приглашенных гостей выступил с докладом на различные темы. Среди них наука 21 века, выход из зоны комфорта, доказательные научные исследования, теория и практика, искусственный интеллект и технологии VR в образовании, возможности и риски, публикация результатов научных исследований, этические нормы и современные технологии, формирование профессионально-нравственной позиции будущих педагогов как приоритетная задача для подготовки кадров для системы образования и многие другие. Стоит отметить, что конференции подобного масштаба помогают в реализации творческого потенциала не только участников, но и гостей. Задумывались ли вы о том, что даже самые на первый взгляд нереальные фантастические идеи найдут отклик в нашей жизни? Например, умные очки, летающий автомобиль, роботизированная рука, как в фильме «Трансформер» и многое другое. В Казанском федеральном университете прошел завершающий день тренинга для студентов по развитию предпринимательских компетенций «Трендвотчинг». Игры для предпринимателей. Подробнее обо всем узнаете в следующем сюжете. Трендвотчинг «Игра для предпринимателей» проводится в Казанском федеральном уже второй год в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», основная цель которой – развитие проектной деятельности и реализация идей и разработок студентов. Организатором мероприятия выступил КФУ совместно с Университетом Иннополис и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика Сергея Павловича Королева. Во время тренинга участники погружаются в атмосферу стартапа, но на каждом этапе ребята могут найти поддержку и обратиться за помощью. Программа четко объясняет суть и важность командной работы, дает инструменты исследования рынка и учит общаться с клиентами и инвесторами. В течение дня ребята не только знакомятся с инструментами данной платформы, но и самое главное – идут по пути от идей до презентации готовых проектов. Фактически за день в команде они разрабатывают проекты, и мы сидим в импровизированной комиссии в конце, слушаем питчи, и могу сказать, что некоторые проекты уже сейчас достойны выйти, допустим, на конкурс «Студенческий стартап». Принцип работы такой – в институтах формируются две группы по шесть команд в каждой. Сначала эксперт-тренер погружает участников в теоретическую часть, далее ребята в команде делятся идеями, лучшие из которых и воплощаются в проект. Сегодняшнее мероприятие прошло у студентов Института управления экономикой и финансов. В одной из аудиторий были представлены такие проекты, как «Умная корзина», позволяющая сэкономить время оплаты товаров, робот, способный обезопасить людей от падения во время уборки снега. Линза будущего – функционал, который определяет профессию человека и многое другое. Допустим, у вас какая-то проблема, там, вы, не знаю, хотите себе какого-то, не знаю, бухгалтера, еще кого-то, но для этого вам нужно много лист, много всего, вы можете просто привести нашего робота, который поможет вам со всем, с расчетами и так далее. Вы хотите узнать, что у вас больше покупает в вашем бизнесе и так далее, там, не знаю, какой круг лист и так далее. Робот все будет подсчитывать, рассчитывать, понимать, на что нужно больше ориентироваться, во что больше вкладываться, какие минусы, плюсы, и во всем этом вам поможет наш робот. Проведение таких тренингов в учебных заведениях не только способствует личностному развитию учащихся, но и помогает им подготовиться к успешной карьере, даже если она не будет связана с предпринимательской сферой, ведь участие в подобных мероприятиях способствует развитию навыков коммуникации, лидерства и управления. Также это отличная возможность найти единомышленников и партнеров, как для совместного запуска бизнес-проекта, так и для дружеских отношений. Это очень интересно. Я сама, например, очень сожалею, что в то время, когда я была студенткой, это, конечно, было уже приличное количество времени, к сожалению, не было такой возможности у студентов принять участие в таких тренингах, поучиться у лучших и развить в себе предпринимательские компетенции. Если мы говорим про предпринимательские компетенции, то, в принципе, они у нас, конечно, принимают участие экономисты и менеджеры, но я думаю, что любым абсолютно студентам любых направлений подойдет это обучение, потому что предпринимательские компетенции – это те компетенции, которые связаны с умением рисковать, умением находить свободные рыночные ниши, умением стратегически мыслить, критически мыслить. Это такие навыки, которые пригодятся абсолютно всем нам на протяжении всей нашей жизни. Заключительный этап игры для предпринимателей – презентация будущих проектов, которые, доработав, можно подать на конкурс студенческих стартапов, где прием заявок заканчивается уже 15 апреля. В этом году большая проблема с тем, что на крыше вскапливается снег, и коммунальщики не успевают его убирать, и это делают очень небезопасно. То есть есть очень много видео, как они падают, как они без страховки это делают. Мы предлагаем автоматизировать этот процесс. То есть у нас будет специальное устройство, которое на край крыши. И специальный человек из ДСЖ берет, и это устройство будет ехать вдоль крыши. У ребят повышаются шансы на получение миллиона на реализацию своего стартапа. Кто знает, может через пару лет мы увидим, как робот скидывает снег с крыши, в магазинах можно будет воспользоваться корзинами с быстрым расчетом цены товаров, или в продаже появятся линзы, облегчающие работу медикам, строящие маршруты путешественникам и многое другое. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. Вот и завершился ежегодный масштабный фестиваль Казанского федерального университета «Студенческая весна-2024». Из культурно-спортивного комплекса «Уникс» концерт плавно переехал сначала в Елабужский институт, затем в набережно Челнинский, где каждый из постановок может побороться за звание лучшей. Подробности расскажем далее. 29 марта для Казанского федерального университета выдалось насыщенным. Сразу два института подвели итоговую черту масштабного фестиваля студенческих талантов «Студенческая весна-2024». Эстафету открыл собой Елабужский институт КФУ, где прямо на сцене развернулась удивительная история. Однажды три студента разных факультетов пришли пересдавать зачет по физике и поспорили, что важнее. Технологии, грамотность или же бицепсы. Пока преподаватель отлучился из лаборатории, они случайно запустили квантовый пространственно-временной транспортер и отправились в прошлое на три столетия назад. Так началась полная неожиданных поворотов проходка программы, гармонично вплетая в сюжет лучшие творческие номера отделений вуза и знаковые юбилейные даты. Так, ребята, думаю, пора валить отсюда, пока к нам лишние вопросы не возникли. Согласна. Да ты чего? Все веселье только начинается. Когда ты еще с Петром Первым на брудершафт выпьешь? А я навеселилась уже, если честно. Домой хочется! Давай, запускай машинку, отправляй нас обратно. Я не знаю, как она работает. Ты же ее включал. Ну это же все квантовые штуки, и ты же в этом разбираешься. Эй, Алексашка, где там твои купцы? Веди их сюда. Следом за Елабугой набережные Челны смогли удивить гостей необыкновенной постановкой, которая сходу покорила всех сидящих в зале. На сцене была представлена история о необычном изобретении. Действие начинается в 1980-х годах в научно-техническом центре. Здесь работают ученые, которые проводят различные опыты. Одна из главных героинь, молодая лаборантка Лиза, несмотря на пренебрежительное отношение своих коллег, изобретает то, что казалось невозможным. Устройство «Рестарт». Оно улучшает имеющиеся навыки человека. Но тот, кто воспользуется этим устройством, навсегда потеряет свое любимое хобби. Из-за вас мы не можем завершить работу. Нам была поставлена задача сдать проект к юбилею нашего центра. А у нас до сих пор ничего не готово. Еще раз все перепроверьте, еще раз все пересчитайте. У меня не может быть ошибки. Хорошо, посмотрим. Программа фестиваля «Студенческая весна-2024» поразила разнообразием и креативностью номеров. Праздник получился ярким, зажигательным и запоминающимся. Зрители были в восторге, а артисты остались довольны своей игрой. Ну а на этом все. Увидимся в следующем году. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Наступил любимый праздник для всех шутников – День смеха. Он всегда отмечается 1 апреля. В этот день все пытаются разыграть друг друга и от души повеселиться. Откуда пошла эта традиция и как легко рассмешить родных и близких – расскажем в следующем сюжете. День смеха День смеха или День дурака традиционно отмечается 1 апреля. Этот неофициальный праздник уже давно для многих стал одним из любимых дней в году. Ведь можно абсолютно легально разыграть родных, коллег и даже незнакомцев. История возникновения этого дня имеет глубокие корни. Нельзя с полной уверенностью сказать, где конкретно он появился, ведь многие страны от Европы до Азии уверены, что благодаря именно им появился День дурака. Что касается наиболее точных исторических характеристик, то мы знаем, что в 1564 году во Франции король Карл IX утвердил дату, скажем так, розыгрышей, которые были назначены на 1 апреля. Одновременно установил празднование даты Нового года, 1 января. Тех, кто праздновал Новый год не по установленному графику, их называли апрельскими дураками. Вот в этот день их было принято всячески разыгрывать. Ну а что касается официальной российской истории, то тут, я думаю, все понятно. Здесь это все связано с личностью Петра I. Хотя 1 апреля имеет некий общий смысл для всех стран, где эта дата является особенной, но в каждой из них есть свои связанные с ней нюансы. Во Франции День смеха называют Днем апрельской рыбы. Также апрельской рыбой называют и всех тех, кто ведется на шутки и розыгрыше. Апрельской рыбкой День дурака называют и в Италии. Суть праздника в этой стране также состоит в розыгрышах окружающих. Как и во Франции, жертвам прикрепляют на спину бумажную рыбку. А вот практичные немцы День дурака не очень-то жалуют. Так, в этой стране считается, что человек, родившийся 1 апреля, заранее обречен на неудачи и всю жизнь будет несчастен. Возможно, именно поэтому многие местные жители в этот день предпочитают не браться за работу. Считается, что все будет валиться из рук. В Англии также принято отмечать День смеха приколами и розыгрышами. Однако есть нюанс. Считается, что если разыграешь кого-то после полудня, потеряешь свою удачу. Так что веселиться англичане предпочитают только с утра. Что касается традиций, которые существуют в разных странах мира, то шутки бывают совершенно разные. Шутки бывают и добрые, скажем так, которые направлены на то, чтобы, скажем, улучшить настроение, привести какой-то весенний веселый настрой в жизни своих близких. Но бывают достаточно злые шутки, которые заканчиваются весьма какими-то такими большими огорчениями. Но также в истории достаточно традиционно принято в этот день шуметь, переодеваться, устраивать различного рода представления. Кто не знает выражения «Ой, у тебя коленки сзади грязные». По некоторым данным, в России первый розыгрыш был в 1703 году. Собравшись толпой на площадь, якобы на невиданное представление, люди вместо всего увидели надпись «1 апреля никому не верю». С того времени в этот день каждый старается пошутить над окружающими. Особенно весело это получается у школьников и студентов. По традиции проводятся различные фестивали, игры, КВН. Дню смеха, дню веселья и розыгрышей рад каждый. Ведь только раз в год можно весело и беззаботно пошутить над самыми строгими и серьезными начальниками. Что касается моих личных опыта, то я не большой сторонник розыгрышей, потому что, еще раз говорю, не каждому нравятся розыгрыши, которые, скажем так, могут добавить каких-то лишних вопросов, лишних каких-то переживаний. Поэтому в этот день я стараюсь все-таки делать шутки добрые, которые направлены на повышение настроения, в первую очередь, у близких. Вот в этот день я люблю рассказывать анекдоты. Ну вот в таком формате, наверное, проходит этот день. Празднование Дня смеха настолько распространено, что даже стало материалом для исследований. Психологи, изучающие традиции Дня дурака, советуют. Готовя розыгрыш, не прибегайте к черному юмору и не давайте ложных обещаний. Учитывайте возраст и статус разыгрываемого. А главное, не используйте пассивную агрессию. Все же первая апрельская шутка – это проявление теплых чувств. Других ограничений для полета фантазии не существует. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!